Сегодня коллектив детского сада номер 13 принимал поздравления. А все потому, что дошкольному учреждению исполнилось 40 лет. Интересно, водили ли воспитанники по такому случаю хоровод? И какой на вкус был праздничный торт, если он вообще был? Думаю, что все подробности торжества мы узнаем из репортажа Екатерины Задовской. Людмила Чижова называет детский сад номер 13 своим вторым домом не случайно. Здесь она трудится практически со дня основания учреждения. Когда я начала работать воспитателем, от общения с детьми я получала большое удовольствие. И прошло уже 40 лет, почти 40 лет, и вот это ощущение удовольствия, оно у меня даже увеличилось. И мне еще хочется общаться с детьми, с родителями. И очень интересно от них получать что-то новое, интересное и им давать. Со всеми детьми общения разные. С маленькими детьми одно общение. А вот с большими детками, теми, особенно, кто готовится в школу, общение другое. Я общаюсь с ними как со взрослыми. Они очень много спрашивают, и поэтому я не стесняюсь говорить о том, что что-то я не знаю. Мы находим ответ на их вопросы вместе с ними. Шли годы, подрастали и выпускались воспитанники. Менялся не только коллектив, но и сам детский сад. Неизменным оставалось одно – любовь педагогов к детям и преданность своему благородному делу. Меня к детям всегда тянет, и даже когда я в отпуске бываю, я скучаю по ним. И хочется прийти к ним. И даже когда выходной у меня, я думаю про них, и хочется с детьми, с моими встретиться. И меня дети очень радуют своими успехами. Я чувствую свою нужность от того, что у них что-то получается. И меня это радует очень. На работу хожу с радостью, и поэтому я не скажу, что вот сейчас что-то для меня очень многое изменилось. Да, этот детский сад действительно изменился. Он стал другой, он стал более современный. И коллектив, коллеги мои все молодые. Сегодня Людмила Чижова вместе с остальными педагогами встречает гостей. Ведь это особенный праздничный день для всех. Детский сад номер 13 отмечает свой 40-летний юбилей. Они являлись обладателями гранта главы, получали денежное вознаграждение. Становились победителями в прошлом году, в 2019 году, победителями всероссийского смотра конкурса «Образцовый детский сад». Всегда представляют свои наилучшие образцы творчества, позитива, задора, сплоченности в рамках наших окружных мероприятий. Педагогическому составу низкий поклон за верность, за преданность профессии. Ну и вот такой солнечный букет в этот зимний день молодому руководителю, у которого много еще вперед не побеждают. Вы действительно излучаете оптимизм, позитив. Для детей здесь создана особая доброжелательная атмосфера. Для родителей, которые ежедневно отдают своих детей в заботливые руки воспитателей, это самое главное. Воспитатели здесь замечательные, они относятся к каждому ребенку, к каждому родителю с пониманием. Когда бы ни обратился, в любой ситуации помогут, плачет ребенок или радуются, всегда они его обнимут. Поэтому вот у меня и старший сын находил, он выпускник. Дочка у меня Маргарита в первый класс пошла, тоже выпускница этого садика. И вот сейчас третья дочка у меня ходит Серафима сюда в детский садик. Все нам нравится. С новой заведующей садик еще больше стал расцветать. Детский сад номер 13 растет вместе со своими маленькими воспитанниками, шагая в ногу со временем. Появляются новые развивающие кружки и современное оборудование. День юбилея, гости, праздника и родители желают этому дошкольному учреждению процветания на долгие годы. Екатерина Задовская, Илья Облетов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok